доброе утро дорогие друзья итак сегодня изучаем недельную главу биар вообще сказано вот не обижайте один другого и как-то хазу ниш сказал что в чем заключается самый большой успех человека в этом мире это сказал великий человек которого все признают великим он сказал самое великое что может быть это прожить жизнь не обидев никого ни одного человека представляете как человек видел этот мир но ведь это так сложно сами подумайте некоторые никогда не позарятся на чужое имущество там остерегаются не причинять там какой-то материальный ущерб но с легкостью готовы причинить моральные страдания там кого-то злословить кого-то обижать словами даже самые хорошие люди это в талмуде написано что все грешат злословием то есть каждый человек который некоторые думают нет я никогда это не так проследить за своей речью на самом деле обидеть человеком словами вообще очень легко и имущество там что-то украл там все говорят да ну нет а вот обидеть да но материальный ущерб легко возместить а моральный почти невозможно запрете наносить человеку обидно сказано побойся бога твоего то есть это не сказано в запретах наносить ему материальный ущерб поэтому надо стараться говорят мудрецы быть добрее друг другу и не обижать ближнего даже когда нам кажется что этот человек ведет себя неправильно по отношению к нам вот это и есть истинная богобоязненность и это то что от нас требует тора потому что словом создан мир и нам кажется слово ничто слово это сильнее чем меч рассказываю что особенно в личной жизни вот этого возможности отбежать не обижать они имеют колоссальную такую роль рассказывает раввин про своего друга хайма который бросил один пришел к нему расстроенный девушка просто так момент помолвки все свадьба уже все все разорвало ушла там и так далее звали ее сара его скажем хайм и вот через некоторое время хайм устроил свою жизнь великолепно а сара которая его обидела так неожиданно она все никак не могла устроить и вот вскоре она написала письмо ему что просит прощения за те обиды которые когда она разорвала помолку и хайм искренне ее прощает говорит что я тебя простил и через некоторое время находит свою пару это миллионы таких историй огромная связь между нанесением обиды сложностью в устройстве жизни тот же раввин рассказывал что у него был друг его звали ави и он сказал что есть большие сложности женой у него есть проблема и он обращался к раввинам психологам ничего пока не удается мира в семье и известный этот раввин он говорит а была ли у тебя девушка до женитьбы которую ты обидел а вида было давно так вот он говорит ты должен направить и немедленно письмо о прощении получив прощение это может получить семейное счастье иначе ничего не получится и так и произошло тора обязывает нас бережно относиться не только к жизни здоровью и имуществу людей а еще а самое важное это чувство формулируя например особый запрет нанесения обиды не обижайте друг друга и бойтесь всевышнего казалось бы почему во первых слово тора запрещает оскорбление словом это понятно но тут еще человека нельзя обижать нельзя давать ему неправильные советы неудобные вам да но что здесь есть а кто узнает о моих намерениях сказано бойся богом тот кто знает человеческие мысли он знает твои намерения и побуждения обмануть можно найти поэтому нанося оскорбление человеку часто оправдываем себя что я не не сопривался его обиде в действительности важно не только то что ты намеревался сделать это же ты все-таки сделал его отношения с людьми мы должны проявлять особый так написано огонь жжет сказал рабе шмулевич это глава ишивы мир великий человек он сказал обида как жжет не только обиженного но жжет его обидчика и его потомков очень часто многие происшествия в жизни человека в перевождении связаны с обидами нанесенными нам или нами в качестве доказательств этой мысли раб шмулевич приводит следующее место вторе пожалуйста когда при обыске сыновей якова в мешке беньямина кто помнит был найден бокал который ему подложили по приказу египетского который был братом конечно же он не намеревался причинять какую-то боль братьям но они все-таки испытали за него огромное страдание все помните разорвали свою одежду там и так далее бенемин должен был за это расплатиться нам это описывать специально что мы поняли прошли столетия и вот над евреями персии нависла угроза угроза уничтожения узнав о планов омана потомок бенемина мордыха и разрывает свои одежды мера за меру и все в мире абсолютно связано если нам кажется что что-то проходит не так что посеешь то и пожнешь человек не может построить счастье на несчастье других так устроен этот мир если верно что нанесенная обида дарить неизбежно то возвращается обидчику то верно и обратно тот кто сеет нормальное удовольствие кто помогает людям улыбаться кто чем-то не делает они удостаиваются тоже это потому что так устроен мир все возвращается и хорошее и плохое бараховое от слаха улыбаться улыбаться